Ребята, всем привет! Вы видите, что мы находимся сейчас в яхт-клубе, на улице еще холодно и морозно, но мы уже начинаем заниматься подготовкой наших лодок. Че их не сделать? Че такого? Все было четко. Только я об этом подумал. Только я об этом подумал. Чих, пых, мух. Сань, ты давно читал комментарии? Че там, про москуты спрашивают вообще? Опа-на! Итак, собрать редуктор, чтобы он не крутился, это надо быть вообще уникумом. Ну че, Андрей? У меня реально была история. У меня была лодка алюминиевая с резиновым баллоном. Только в России начали делать. Три с половиной метра длина всего была лодка. Я на ней ездил на пятнашке. Вре-ре-ре-ре-ре, ромпень. Продал ее знакомому какому-то условному. И через год меня позвали на тест-драйв, они на нее повесили 70 лошадиных сил Ямаху. Это была лютая вещь. То есть у нее практически нет килеватности. Это рыбацкая надувная лодка. Они приварили транец, короче, туда. И в катерах и яхтах даже была статья про эту, называлась тюнинг по-русски. Но мне не понравилось. Почему? Ну, потому что она очень прыгучая, она не для этих скоростей, эта лодка, на ней опасно ездить. Перейдем к практике. Ребят, еще раз повторю, проблема с запчастями, проблема со всем, чем только можно. Но у нас есть куча много старого запаса, из которого можно, грубо говоря, возрождать что-то сломанное. О чем я говорю, повторюсь, вот у нас есть шестеренка, все, она как бы уже, все, идеальные зубья, все хорошо. Ну, как я вам уже говорил, оторвало опорную часть. Что мы можем из этой шестеренки извлечь? У нас есть хорошие шестеренки, вот, как пример, да, смотрите, вот, хорошая шестеренка с хорошим опорным подшипником, все с хорошими зубьями. Даже хороший подшипник вот этот вот, игольчатый. Но здесь полностью зализано латунная втулка, вот эта гайка, которая отвлечает, тут просто вот, да, просто слисут. Мы, в свою очередь, берем, мы сняли уже, мы уже взяли, вот, вот, я взял, вот, вот, мы берем вот этот шестерен, казалось бы, который уже раньше мы выкидывали в мусор. Мы научились с Андреем скручивать эти эксцентрики. Каким образом мы это делаем и каким образом мы хотим, чтобы вы нам прокомментили. Мы делаем вот таким вот образом запил здесь в тисках и сбиваем ее отсюда. Дальше. Что мы еще можем извлечь из этой шестеренки? Очень часто разбалтываются вот эти вот подшипники. Шестеренка хорошая, эксцентрик хороший, а подшипник уже имеет люфт и зазор вот здесь вот в этой игольчатой. Мы сейчас с Андреем также извлечем на этой, вон, как будто бы вообще одну иголку. Нет, а здесь вообще все в порядке. Поэтому мы сейчас вот из этого, казалось бы, конченого уже подшипника, который уже можно было бы выкинуть, шестеренки, извлечем подшипник, извлечем, уже извлекли, а сейчас будем это делать и дальше, и покажем вам, как это будет делаться, как это будет выглядеть на самом деле. извлечем вот эти вот запчасти которые будем использовать в дальнейшем уже на хороших шестеренках и пытаться собирать пытаться не собирать и и так вот это вот это сейчас готовим вот у нас видите есть хорошая шестеренка с хорошим подшипником да или возможно здесь даже поменяем сейчас мы будем отсюда снимать вот это вот огонь ты все вот у нас появился подшипник да хорошем состоянии да ну это уже смело можно отправлять в этот все отсюда уже вообще нам нечего взять все мы отсюда забрали и бронзу и подшипник еще есть одна одна история у тебя интересная но я хочу на потом ее оставить по поводу того что была попытка в европе причем это не в россии на просто космическом заводе который сделать эти шестеренки для mercury да на русский именно они пытались сделать для гоночного редуктора марку его мы обязательно об этом расскажем эту историю очень интересная познавательная будет история эта история может быть кому-то даст ответ на вопрос чу их не сделать чуть чуть так у дорогие мои друзья у вас наверно сейчас куча вопросов возможно возникнет санте давно читал комментарий что там про москву то спрашивают вообще ну что я хочу сказать проект судоходная компания находится в процессе реализации конечно же не все этим летом пошло так гладко как хотелось бы мы получили колоссальный опыт мы получили еще больше знания но я считаю что любая компания сань как ты думаешь которая даже ну работает там не знаю там не несет убытки это уже хорошо то есть куда развиваться в принципе как бы у нас что-то получилось что-то не получилось где-то нас обманули где-то нам не правильно преподнесли что-то может мы неправильно поняли неправильно услышали но как говорится это опыт к сожалению без опыта без ошибок дорогу осилит идущий мы будем дальше развивать мы будем стараться все вам расскажем москва сейчас находится на зимней стоянке она законсервирована в городе шлиссенбурге я надеюсь что скоро вы ее увидите там тоже очень много чего интересно там еще стоит пару пароходов там стоит он на котором вы уже были и он у нас есть на канале ребята занимаются подготовкой флота от судоходной компании алые паруса дима нечаев тебе привет мы уже с ним набросали небольшой план мероприятий я думаю что вам тоже будет интересно это узнать так что все это еще впереди опа вообще легко вилл здесь пошла а бывает приходится так бить по ней вот меняем что просто здесь подшипник а этому же счет так на том может я вытащил сейчас вот вот это смотри саш лишь какой зазор большой дым я показываю что вот почти иголку можно да соответственно не давить это получше у него вот 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 у него совсем маленький мы бы сейчас пытаться мы его достаточно просто вытащили вот этот подшип потому что здесь откололась до донка донышко и можно было выдавить если в нормале у нее с той стороны нету доступа никакого и и надо сейчас обратным молотком выковыривать иголки я про дождя для высота такая же почему да я померил пока же попытаться его отсюда пусть этот подшипник уже на выбор поэтому можно тут замучить но как-то его надо отсюда сейчас значит извлекать тут много с чего надо снять размеры потому что вот эти кольца все регулировочные вот у тебя как я понял специальная линейка медная ну или линейка у меня или рулетка у меня еще есть я чаще рулетку а рулетка чаще то есть мы берем вот так вот выдвигаем и вот меряем сколько она получает это опытный мир ты сдвинь немного сдвинь а вот здесь мы снимаем о чё тут миллиметра полтора вот так все примерно когда снимаем размеры до емко попадают туда и все нормально ну если нет погреть исключение передач муфта внутри стоит разбираем собираем я выковырил его оттуда все равно ты как-то его достал неправильно как-то не пока кто по-другому ты не в ту сторону получается отводил руку когда локоть выше да да так подожди ты хочешь собрать муляж или да ну полумуляж ну так подожди надо же там машинки поставить пружинки вот эти вот штуки ну я вот я что-то помню это сережки вообще это сережки андрюк ну пират вот даже вот я просто так условно говоря не имею опыта начинаю просто хочу собрать две шестеренки вытянули а то это табуретка на ней жопу сидят чистый иногда тут бывает чуть-чуть у меня возникает сразу вопрос какой стороной ставить подшипник мне надо вопросы залога видишь саш подшипников можно так поставить а можно так вот сюда вот вот он здесь ходит или вот так скорее всего вот так вот так тогда точно точно да правильно я ничего не буду комментировать что дальше ты не в той пас не так начинаешь не так не так поставь вал переверни его другой стороной поставь его просто поставь нет просто сюда девать и как пирамидка в детстве да ладно конечно базисы точно все точно точно начинаю вспоминаю и позже подожди стоп а а здесь она как ходит они все мы с тобой сейчас разобрали по поводу того когда какие-то звуки а вот когда какие симптомы и какие вероятные возможности когда включается плохо как нет что вообще может происходить один из вариантов это шум но если и шума нет и при этом как обратить внимание на то что колонка что-то не то да первая проблема это включение первой передней передачи переднего хода так и начинается как правило с того что ручка хода уже стоит в положении ход но ничего не происходит а вот задержка задержка небольшая секунды 3-4 ты включил ход пошел это уже первая ласточка а туго когда включается когда туго тоже смотреть надо там бывает даже просто в муфтах вот этих вот стопора стопор вылетел из гильзы а шарик вот у меня такое было хорошо а износ то какой-то море когда туго включается что могло износиться я знаю что почему я начал этот диалог что я верю что вот например вот эти вот включение передач вилки да вот здесь она в хорошем состоянии а там я видел одна вообще просто сточена она сточена заклинила рель бывает же клинит клинит и до этого и начинает очень много интересных нюансов их вообще просто миллион а у меня на самом деле есть вообще обалденный лайфхак и есть обалденная тоже очень интересная история интересная заметка как я попал на редуктор все было четко вообще просто все было четко все ты перебрал редуктор ну понятно там криво косо раком там все там как обычно все поставить ваще идеально работает редуктор я просто не на радость включение просто знаешь вот так вот я подумаю и ручка тик передач включена и не слышно вообще ничего просто катер сразу летит на глиссере задний реверс я просто радуюсь я смотрю на бачок проверяет не забываем проверять состояние мазать а теперь самое интересное я смотрю у меня бачок я же мою бачки всегда перелом слеза как слеза масло зеленое и я думаю ну аллилуйя аллилуйя ходим уже три не вторую неделю масло идеально редуктор идеально все вообще четко только я об этом подумал только я об этом подумал чих пых мук все реверса нету все пропало я поднимаю катер снимаю нога нога полной воды шланг подачи масла в транс и оборвала оборвала повредила что происходит масло не утекает из бачка вода не дает масло уйти из бачка ну сверху но легче а из редуктора масло все утекло и туда вода натекла вот так вот ребята тоже масло в идеальном состоянии в бачке на каком-то протяжении времени эксплуатации лодки тоже оказывается 11 не угол его пент вообще же нет вообще не знаю как они ездят вообще не знаешь так а да ладно смотрите что происходит саш смотри вот включение передач и заработало а пружина вот это которая смотри внутри поставил лишь она как обжата она падает вот в эту канавку получается при нажатии это же помогает получается включение передач об включил выключил так учат ставим следующую пружину а вот она двойной сжати должен оба сжать все это вместе сжать имея под рукой уже кольцо это финишные 2 полу кольца зажая это подшипник на чем ходит на пружину его одевается это все сжать лопана теперь туда надо накидать говна да вот лишь говно я пока экспериментально потом все это будет разбирать и когда ставишь кольцо она не станет потому что вот там обилие видишь пили фекалия андрюх очень много интересного мы рассказываем конечно сумбурника немножко получается опыт у нас такой большой теме я не в одной теме много затронули разных тем надеюсь конечно в любом случае это будет интересно нашим подписчикам тоже более внимательно смотрите это все о воде и тех средствах на которых мы в они ходят все равно как все равно будет интересно но опять же мы не понимаем что хотят наши подписчики если они хотят более подробных и развернутых технических серий прямо прям с тобой прям прям вот ты думаешь интересно это техническая бога 10 лет назад попалась одно видео на ютюбе где чувак устанавливал на принцессу 56 принцессу два дополнительных аккумулятора и какой-то ставил там туле инвертор дополнительно зарядное чтобы они заряжались короче пересоединял ходил переключал китащить я просто это видео досмотрел до дыр про ты подписался на гранат не было ли это просто у него разово на одно видео выложил все какой-то просто капитан который выложил одно видео смотрел даты сейчас конечно народ уже испорчен контентом понимаешь там подавай там то все что-то у меня уже не получается вот все и теперь ставим вот эти два кольца слушай как это сделать двоем надо ставить нет можно я одному ты оставишь одной рукой держишь и второй поднатягиваю на второе играешь кистью локоть повыше чуть-чуть хочу играешь когда отвертчику хотя бы попробуй хорошо хоть на крестовую дал андрюха я один поставил можно вот это все перед тем как там ковыряться можно масло туда дать чтобы они подклеивались понимаешь что вы плазите опа на это все это я получается собрал верхнюю пару да ничего сверхъестественного следа два подшипника это у меня чё передача какая-то включена что у меня с передать да получается видите внутрь центральная муфта саша смотри обрати внимание стоит не посередине здесь мы кромочку видим а та углублена постоит на пера почему нейтрали нет потому что у нее или либо одна пружина будет либо вторая нейтральное положение но фиксирует вилкой не вилкой а стопором который в корпусе вот здесь вот вот этим вот вот ее держит только вот вот этот стопор и все больше ничего не держит на самом деле это посадка тут неплохо было почистить но я пока это я пока хочу собрать попробовать вообще самый низ она должна уйти до пришли так да там надо ее туда сюда шевелить вот эту свободу я вот это перекошено ее надо оси молотком не молотком нельзя я не хочу дальше зайти уж слишком плотно да я так и не хочу совместить есть зацеп кстати как-то димас рассказывал что если эту пружинку делать помягче подрезать эту передачу тоже легко совсем в этом и все и дело и есть у меня как-то разговор этот шарик просто выпал вот из этой гильзы и передача включала она вообще что-то как-то нереально включать там уже даже эти сосуды в глазах у товарищей полопались пока они там пытались давай вот вот я собрал лично собрал вы сами все видели ну конечно там уже там плюс-минус что-то подсказывал ногтями сломать ногтю там что ли я еще как назло подсказывал так плюс-плюсом плюс-минус крутите руль саша если у нас здесь нижняя муфта ровно тогда неважно тоже не могу не ну давай делать и знать давай сначала попробуем тогда потом по а потом поэкспериментируем и так ладно затяг мы вы уже видели как здесь проявляется затяг саша нужно когда дезинфекция здесь что-то протирать что-то воняет так тут нужно вот это нужно вот так это и смотри вот так вот что-то сломал-то Андрей у меня только что все работало что случилось держи подожди сейчас покрутить еще передача нет есть уже зацеп есть только он что-то не крутится собрать редуктор чтобы он не крутился это надо быть вообще уникумом смотря нему не в этом ли дело вот это вот обойма то она тоже разные бывает понимает подшипник короткий раз все разошел чуть подшипник короткий обойма длинная может быть ну давай крышку другую возьмем ну чё Андрей хуя какая-то да чё блять все понятно тут разводят механики самое прикольное даже если избегать всех вопросов вот ты все собрал вот я собрал все так зашибись сейчас дело на прессовку понять что-то вода не попадала и масло не выливалось дальше прессовку оно давление не держит все заодно разбираешься лучше что-либо ничего бочку макать чтобы знаете пузыри книгу даже так 2 чё нет вот это кстати вот эта коронка это с того катера про который я рассказывал когда я первый раз пытался раскрутить видишь какая-то отдаю бы наверно отпырил ну да это ничего нормально когда я начинаю так вот этими болотками шелченый вот вот она и сейчас ты не затягивает а под нет подшипников и не притянет а все равно не притянет я попытался сам на самом деле первый раз собрать редуктор в итоге очень много чего интересного нового у нас всплыло оказывается что два вида наполнения редукторов то есть два разных редукторов они чем-то там как-то по не взаимозаменяемой там сейчас я попытался вот этот редуктор собрать просто вот из той коробки из того что есть скажем так из старых забытых запчастей дальше конечно же это все экспериментально я чисто для себя попробовал каш дальше все это передадим в руки андрея подберем нужный корпус уже он уже может раму в общем у нас почти готов почти готов ребят если вам понравилось это видео еще раз напоминаю вам подписываемся на наш канал ставим обязательно лайки подписываемся на инстаграм подписываемся на наш телеграм-канал задаем вопросы андрею сегодня видео было очень много всяких интересных подняли мы тем я думаю что давайте вместе с вами их разовьем и все будет зависеть от вас спасибо что смотрели и скоро в будущем увидимся на воде и пока пока